Девочка-пай 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 Извините. Город ждет своих героев! Город ждет своих героев! Давайте не сейчас, минуты через три, ладно? Вы здесь не один? Да нет, соотечественники надоедливые. Познакомился на пляже. Вы знаете, я вам помогу. Все-таки Ботенин был нашим клиентом. Завтра вы что делаете помимо консульства? Да ничего, вот, море, пляж. Хорошо, я заеду за вами в четыре часа, покажу, где погиб Ботенин. Потом отвезу в рент-компанию, а на счет консульства я выясню, кто подобными вопросами занимается. А то вы там пять дней потеряете в очереди. В общем, я все выясню, окей? Спасибо вам. Да не за что. Ну что вы, у нас не такая богатая страна, как Россия. И гостеприимство — это единственный ресурс, за счет чего мы живем. До свидания. Во! Что это, Аня? А? Вы вчера на пляже были. Ну, вы время зря не теряетесь. Везде его, куда бы он ни шел. О всех передвижениях докладываешь мне. Я кому сказал? Салам. Ваш. 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 О, не поможет. Можно, если забыть. Вот так? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знакомый, говоришь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ваня, увидел что-то? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Паша, белый мужчина, возраст около тридцати, верчоный такой, среднего роста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты о чём? О наружке, которая ведёт нас от твоего отеля. Ты ничего не хочешь нам рассказать, а, Паш? Или не можешь? Могу. Так что, завтра я планировал посетить консульство и судовую компанию. Проверить, был ли вообще Батинин на корабле. А смысл? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет. Ну, верно. На всех круизах должны составляться списки пассажиров. Обязательно. Понимаешь, в чём смысл? Нет? В ваучере у Батинина круиз проходил до девятнадцатого числа. И если он девятнадцатого сошёл благополучно на берег, значит, он сошёл на берег мёртвым. Правильно, Иван? А это значит, что у нас есть все основания привлечь к делу местную полицию. Угу. Понятно. Ну, тогда я завтра в круизы, а ты, Вань, в косыство. А может, наоборот? Ну, хватит тебе, Вань. Ну, что ты споришь, а? Ну? А мне что, получается, пузо греть? Ну, а что здесь такого-то? Тебе не повредит. Согласен. Ну, давай. Эх. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уважаемый господин Иконников, я готов ответить на все ваши вопросы, касающиеся гибели Валентина Батенина в апреле 2004 года. С уважением, Виктор Леонидович Разбегаев, второй замконсула Российской Федерации. Угу. Несуществующий человек на несуществующей должности. Держи. Угу. Ну-ка, ты смотри. Даже визитку напечатали для такого случая. Ты знаешь, Паш, мне кажется, что кто-то не хочет, чтобы всплыла правда о гибели Батенина. А краска-то еще свежая. Пальцы мажет. Может, позвонить? Зачем? Думаю, нет никакого смысла. Наверняка там у телефона сидит какой-нибудь попка и повторяет одно и то же, что была случайная автокатастрофа. А как ты сходил в компанию? Да левая контора. Одно старое корыто в море не выходит, не говоря уже о круизе. Командует там наш соотечественник. Такое мурло. Толя, я тебя про список пассажиров не спросил. Правильно сделал. Понятно. Итак, что мы имеем? Компания «Интермер» предоставляет существующие только на бумаге фиктивные круизы. А потом она подделывает документы Российской Федерации. А туристы, вместо того, чтобы гулять по берегу Красного моря, в полной боевой выныривают день на Кавказе. Вербовка наемников. Нет, это исключено. Дело в том, что Батенин был состоятельным человеком. И потом, может быть, я и контактировал с ним очень давно, но мне кажется, он не мог так запросто перейти на другую сторону. Здесь что-то другое. Ес. АБХС! Буржуи! Пробили мы твоего парня, некто Рябцев Евгений, на данный момент в розыске. Да ерунда там, ничего серьезного. Служил директором турфирмы, собрал с клиентов деньги и испарился. Как там мой Толя? Толя, отлично. Ты ему привет от меня передай. Привет тебе передает. Спасибо, Андрей, пока. Ну что, Андрей пробил этого парня из «Интермира». Зовут его Евгений Рябцев, аферист в розыске. Теплая подобралась компания. Что дальше будем делать? Ахрам назначил мне встречу на четыре. Очень хорошее время познакомить его с местной полицией. Мы свое дело сделали. Ты обедал? Я даже еще и не позавтракал. Вот и хорошо. Давай-ка я сгоняю и что-нибудь куплю. Только быстрей, Паш. Спасибо. Так-то все нормально. Теперь они установят наблюдение и за отелем, и за офисом «Интермира». А вам спасибо большое. Я вас подвезу. Отдыхайте, загорайте, купайтесь. Так это что, все, что ли? К сожалению, это не в юрисдикции, консульство. Теперь это дело перешло местной полиции. Прошу, прошу. Пригоди еще. Спасибо. Павел, здравствуйте. Я тут рано освободился. Смотрю, вам тоже делать нечего. Может, сейчас съездим? Да я перекусить собрался. О, я знаю, отличный ресторанчик. Там изысканная кухня. Это по пути. Ну, я угощаю. Поехали. 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 Да, Паш! Сейчас, Паш! Иду! А, Павел, где? Я думал, здесь его найти. Черт! Что случилось-то? А я думал, в консульство можно через город проехать. В консульстве нас ждут после четырех. А я вам хотел место показать, где Ботинин разбился. Я обещал, помните? Куда ехать, дорогой? Айман, короче, вставай давай. Помнишь адрес нашего товарища? Ну, вот куда ты его возил, а? Давай-давай-давай! Поехали! Поехали! Вот здесь вот Ботинин не справился с управлением. Пойдемте, я покажу. Ботинин не справился с управлением. Вот здесь вот. Ботинин не справился с управлением. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сиди тихо! Что вы себе позволяете? Выпусти меня отсюда! Дайте выйти! Тихо-тихо! Куда ж ты выйдешь-то, голуба? Скорость 80! Мальчик! Пожалуйста, идите! Тихо-тихо! 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 Предлагаю опустить прелюдию, в которой злодей задаёт вопросы, а бравый сотрудник русской разведки хранит гордое молчание. У меня есть способы заставить тебя говорить, но они мне не нравятся. Поэтому я задаю вопросы, ты отвечаешь. Короче, чтобы исчезнуть из страны, мне нужен один день. Из аэропорта я позвоню в полицию. Если хочешь, консульство твоим ребятам. Тебе найду. Зачем столько суеты? Убей, да и всё просто. Я бы убил бы, но смысла нет. Твои ребята ведь начнут меня искать стройной энергии. Так, отвлеклись. ФСБ, Интерпол, внешняя разведка. Кто? Тебе вправду, да? Это чтобы ты со мной в остроумие не играл. Вопрос, ответ. Остальное не зачёт. ФСБ, Интерпол, внешняя разведка. РУБДС Санкт-Петербурга. Старший лейтенант Иконников. Опер? Конечная. Куда? Что делось? Взяли. Вот так. Корову, все, понял. Не рыпайся. Куда? Ну иди сюда. Я могу узнать, что происходит. Ничего особенного. Обычный дружеский разговор. А-а-а. Где твой хозяин? Где он живет и куда он уехал своим другом? Понял? Где о них знаешь? Я, клянусь, не знаю. А-а-а-а. А-а-а. 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 Ну что? Только не надо меня врать. Не надо, понимаешь? Не надо. Не надо. Когда мне врут, я становлюсь ужасно не управлять. А-а-а. 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 Совсем даже наоборот. А-а-а. А-а-а. Ну что? Будешь говорить в театрах? Все. Все. Все расскажу. Все. 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 Все расскажу. Вот знаешь, вот что меня бесит вас? Вот эта вот полная уверенность, что скоро придут свои, помогут и все станет хорошо. Да кого ты ждешь, идиот? Красную кавалерию? Да не придут они. Это я тебе говорю. Не придут. И ты сдохнешь тут, мразь. Сдохнешь. Пока будешь мне тут свои сказки рассказывать. Ты знаешь, я в этой жизни видел много всяких героев, а в оконцовке есть только ты и твое тело, которому больно, и твоя жизнь, которая вот-вот прервется. Ты это понимаешь, герой? Я тебе сказал правду. Хочешь, убей меня? Я врать не буду. Знаешь, что самое смешное? Что ты все равно заговоришь, и не в твоих силах будет сопротивляться этому. Про скополамин слышал? Про сыворотку правды. За пару часиков достану, и петь будешь, как поворотик. Интермир – это только вывеска. Мы работаем только… Работали… Работали только с клиентами Акрама. Я не знаю, откуда он их берет, но их очень много. Они разные – французы, русские, турки. Естественно, очень богатые. Наши услуги… Какие услуги, Женя? Экстремальный турист. Вроде рафтинга. Короче, поездки в горячие точки – Сомали, Балканы, Кавказ. Туда же не съездить просто так, а желающих хоть отбавляй. Погоди, что ты несешь-то? Да понимаешь, понимаешь, они сожравшиеся, им скучно. Акрам засылал их, бросал в самое пекло, давал оружие проводника, а потом в назначенное время услал вертолет. Одни люди платили деньги, чтоб пострелять других, а? Сообразительный у тебя пацан. Да… Паша! Где? Я… я… я не знаю… У храма где-то недостроенный дом на берегу, я не был там никогда. Сейчас поедем в полицию, и там все это расскажешь. Понял? Ваня, звони в конкурс. Пошел, пошел. По документам человек выезжал якобы в круиз, а на самом деле его засылали в горячую точку. Не всегда было заранее известно, куда, а ориентировались по тому, как Акрам говорил, где появляется окно. А что случилось с господином Батыниным? У всех проводников были очень четкие инструкции, никогда тело клиента на месте не оставлять, если вдруг его убьют. Здесь так и вышло. Мы, то есть, Акрам, Акрам никогда не рисковал. Дальше все было по схеме. Тело Батынина вернули обратно тем же самым путем, потом же Акрам здесь кремировал его. Они говорят, что все дома вне города должны быть зарегистрированы. Собираются проверить то направление, которое указал Рябцев. Через минуту туда выезжает патрульная бригада. Так мы тоже едем. Поехали. Рябцевая бригада Рябцевая бригада Рябцевая бригада Рябцевая бригада Рядом Рябцевая бригада Рябцевая бригада ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Продолжение следует... 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 На обед меня пригласят. Прибрежный ресторанчик. Перекусили. Скажи им, чтобы они быстрее допросили его. Он под скополовином. Как это? Так получилось. Несколько лет назад на меня вышел один врач из гуманитарной миссии. Он не сам, а так, через других людей. Его жену убил албанский полевой командир. Врач готов был заплатить любые деньги, лишь бы отомстить. Но он это хотел сделать собственными руками. Я и организовал его доставку на место. Обычными путями. А потом появились и другие желающие. Я и подумал, чё ж мне, если люди хотят, не организоваясь такой бизнес. Как вас находили клиенты? В каждом городе есть люди, которые знают других людей, которые знают меня. Дайте воды, пожалуйста. Не могу понять даже, кто Борис сумасшедший. Сам Акрам или его клиенты. А кто его знает? Странно. А чё он так легко курится? Прямо как по-написанному. Может, скополамин на него всё ещё действует? А? Может, скополамин. А может, просто хочет, чтобы его местные судили. Откупиться надеяться. Сами выбрали. Мы выбирали коридор свободный на тот момент. Клиента сопровождал мой проводник. А потом мы его в определённое время забирали обратно. Если, конечно, он оставался живым и мог прийти. С кем вы там работали? Куда доставляли клиента? Бывает, договариваешься с людьми. А пока клиента доставляешь на место, этих уже убили всех. Гайкрафты в ваших моездах. Включите телевизор. Везде, где стреляют. Вы не боитесь, что ваши клиенты вас раздадут? Они могли вернуться домой и всё рассказать. Мои услуги же – это не на неделю в Таиланд смотаться и косых потрахать. Мои клиенты – обеспеченные и богатые люди. Они в этой жизни испробовали всё. Зачем же им меня сдавать? И при этом лишать себя же возможности ещё раз вернуться? И что, возвращались? Все до единого. Да ладно. Поехали. Мы сообщили в Российский бюро Интерполя о том, что вы помогли нам задержать Акрама. Он будет сидеть у нас в египетском термах. А потом любая страна может и сделать заброс. Он такого натворил. Очередь выстроится. Ему придётся ещё и решать, в тюрьме какой страны сидеть дальше. А сколько ещё обработать в Египте? Десять дней. Приятного отдыха. Приятного отдыха. Приятного отдыха. Спасибо. Спасибо. Плес. Плес. Ну, спасибо. Пой-пой-пой. Слушай, спать хочется. Пошли в отель, а? А может, позавтракаем? За обеду позавтракаешь, Ваня. Ну, пошли в отель. Ну, спать хочется. Пой-пой-пой. Пой-пой. Попомян. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, судя по лицу и по руке, отпуск не прошел зря. Здорово, Толя. Здорово. А где Ваня-то? Вань. А-а-а. Салям алейкум. Малейкум асалям. Ну, как отпуск? Оправдал ожидания. Учти, в следующий раз один поеду. В Арктику. Ну, понятно. Рамзес. Вы же расвистели. Ну, я же вас просил. Ну, ладно. Ладно, Толя. Ну, ребят. Иди поздоровайся. Настя. Ну, здравствуй. Ну, ой. Ну, что? Расследование в Египте только в самом начале. Там паутина целая. Акрам этот работает не один. Подмял под себя несколько наших эмигрантов. Их сейчас отлавливают потихоньку. Поодиночке. Кто жив. Кстати, вот коллеги из Интерпола поделились информацией. Как бы в знак благодарности за оказанное содействие. Интересный гусей этот Акрам оказался. По уголовным кодексам десятка стран прошелся, как по букварю. Да уж. Вам, кстати, по грамоте. За помощь, обнужение и поимку международного преступника. Надо бы родственникам Батинина сообщить. Я сам это сделаю. Я обещал. Во все это трудно поверить. Но, с другой стороны, поступок в его духе. Валя остался верен себе даже в смерти. Один вопрос на прощание. Вам самому-то стало легче? Вину больше не чувствуете? Знаете, мы же дружили в детстве. Это потом как-то наши пути разошлись. Может быть, если бы я был рядом, все у него сложилось бы по-другому. Все равно это был его выбор. Мы не решили финансовый вопрос. Я делал это не ради денег. Считайте, что я просто отдал ему старый долг. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok